он изнасиловал меня он он изнасиловал меня видео создано при поддержке моих бустеров за что вам большое спасибо сегодня у нас фильм доверия присаживайтесь поудобнее и окей фильм начинается воли girl 13 зашла в чат знакомьтесь это и не ей 13 лет она занимается волейболом дружит с друзьями и ведет вообще обычный подростковый образ жизни в общем все отлично просто замечательно да невероятно классно и здорово сегодня же еще и день рождения ей 14 пришли ее подружки надарили подарков а представляете что отец подарил макбук последнюю версию кстати давайте познакомимся с семьей эми у нее есть папа у нее есть мама и есть брат старший который на пару лет старше и он скоро переезжает в колледж наступает вечер и отец очень сильно любит свою дочь он подходит к ней видит что она с кем-то переписывается но вот этот молодежный сленг вы же знаете ломау рофал волкек и вот это все остальное отец ничего не понимает спрашивает у дочки она ему немножко объясняет а он желает ей спокойной ночи и так жизнь и не ну волейбол ну школа школьные подруги всякие там парни и ее брат кстати учиться в той же школе и он пользуется здесь популярностью в отличие от энни которую вот например зовут девчонки на тусовку но только ты это брата своего позови пускай он обязательно тоже приходит и вот в этих серых буднях у они есть одна радость есть одна тайна есть один человек с которым она переписывается звать его чарли как только она начинает с ним переписываться время летит быстрее бабочки в животе и так далее ну вы поняли да но и дело в том что она просто не отлипает от телефона и постоянно с ним переписывается уже на протяжении нескольких месяцев и вот во время семейного ужина и не спрашивают у брата пойдет ли он на тусовку он говорит что нет очень занят наступает уже поздняя ночь и чарли просит фотографию у и не ну и она скидывает ему а он не может скинуть у него ведь веб-камера не работает ну да ну да жидкая история на работе у отца все просто замечательно но это так держу вас в курсе здорово и они даже буквально секунды не может провести без чарли и еще она попала волейбольную команду а чарли кое с чем подсказал поэтому она бежит быстрее написать что он просто невероятный что он ей помог он говорит это ты все молодец сделала все классно и здорово но вот чарли хочет кое в чем ей признаться в общем то такое дело чарли оказывается не школьник а он уже поступил в колледж в общем ему 20 лет на несколько секунд и они это смущает однако потом она такая да ладно окей хорошо тем более он потом еще и фотки свои скидывает а он достаточно горячий и они такая ну девчонки смотрите сама же не не забывает и о жизни вне интернета поэтому идет на вечеринку куда пригласили ее брата и ее но брат не пошел так вот на той вечеринке делать оказывается особо-то и нечего там девчонки учатся мы учим алексу делать минет а то она вечно давится и не эти курсы от скилл factory проходить не захотела поэтому она такая ну чем не тут делать ну и возвращается домой отец спрашивает ну как все прошло никто меня не понимает эти девчонки это не мои подруги я с ними совсем на разных волнах отец ее поддерживает но этого недостаточно и она пишет чарли что только он может ее понять чарли пишет что да действительно он чувствует то же самое и они просто ну связаны повязаны и они уже 14 и девочка как бы ну созревает растет ей нужны всякие там лифчики причем такие довольно откровенные и мать мать не одобряет всего этого лифчики с пушапом чтобы мальчики заглядывались это ты всего у сирены понабралась сирене просто больше нечего сказать вот и все но короче не суть важна отец тем временем вместе с другом пошел в ресторан а в ресторане они увидели красивую официанточку и друг такой а сколько вам лет а ей девятнадцать и уилл а именно так зовут отца говорит своему другу что чувак попридержи питона в штанах ну она тебя в два раза моложе чувак тебя вообще не смущает ничего но друг такой да мне бы всего час не провести и все учил дома и не развлекается и видно что она все еще ребенок однако есть сообщение уже приходит от чарли далеко не детские под вечер чарли вновь хочет кое в чем признаться и это связано с возрастом ему 25 да ну нахуй да хоть на на столько же вот начали а он уже наебывает а дальше что я не хочу потом узнать что все это время со мной переписывала шиншилла не человек и напрягает ложь она перестает с ним переписываться и звонит ему ну чтобы узнать по телефону чё за фигня чарли тем временем у уилла со своим сыном все просто замечательно он уже собирает вещи и готовится поехать в колледж уэлл даже рассказал ему основы сексуального образования да звучит немного странно ты что с папой целовался но поверьте мне уилл отец просто отличный поэтому сын с ним прощается обнимается ну батя красава эни же увлеклась разговором с чарли начала спрашивать всякие личные интимные вопросики а девственник ли он а чу кого когда подходит отец она говорит что общается с подругой и разговор не прекращается до самой ночи кстати актрисе если что на момент съемок было 15 лет так и вот разговор продолжается чарли начинает спрашивать а в чём она сейчас и как будто бы сейчас начнется секс по телефону но вот это знаете ли я целую тебе за ушком раздеваю тебя снимаю твои панталоны и так далее но нет оказывается на этом диалог и заканчивается спокойной ночи наступает следующий день брат уезжает в колледж а вот и не тупо не отлипает от своего телефона даже когда брат уже все собрался уезжать и на вот сидит и сидит но он же что тут сказать вот это молодое поколение только в телефонах и сидят ладно знаете почему она не отлипал от телефона потому что они с чарли сегодня договорились встретиться в чем рафлинка чарли живет в другом городе и вот он решил к ней приехать дабы и увидеть потому что но она просто такая особенная такая невероятная он хочет с ней поэтому школу нахер и они договариваются встретиться в торговом центре собственно она туда приходит переписывается с ним и тут подходит он подходит чарли это шутка что что такое а ты пидорас или пидафил ну да ну немножко приукрасил возраст ну не 25 да даже не 30 даже не 35 но ты что любви все возрасты покорный знаешь возраст это всего лишь цифра в паспорте однако и не таких приколов не понимает и уже начинает прямо короче лучше бы он оказался шиншиллой однако чарли оказывается человеком таким быстро находящим общий язык он говорит что ну пойдем покушаем вместе это я чарли мы с тобой разговаривали уже в течение полугода ты понимаешь я таких как ты ни разу не встречал ты особенная особенная он делает на этом большой акцент и тут мое мнение таково и не могла сейчас просто встать и уйти ну вот просто встать и уйти будучи популярны в школе если бы у нее просто не было отбой от мальчиков или там дофига подруг или например она не общалась бы с ним целых полгода но полгода блин жалко ну пойдем пойдем пойди и пока уилл с женой отправляет своего сына в колледж чарли решает накормить и не но и не замечает ее подруга из школы он звучит что он с кем-то мужиком странно так вот они вместе едят мороженое и чарли начинает говорить о том что она очень очень красиво просто невероятно я не могу на тебя наглядеться и не высказывает какую-то банальную мысль по типу люби подруг дави акулы в жизни чисто будет кул и сам ты такая умная и чувствительная не по гадам ну и просто видно ну реально видно по всем параметрам что этот чел хочет залезть к ней в трусы потому что помимо того что знаете это могло быть просто дружеское общение но вот и они села к нему в машину и она ему говорила про белье помните вантом бюстгальтер хотела себе красивый так далее а мама запретила так вот чарли подсуетился и купил ей набор сразу красивый и слушайте что он говорит красиво секси на вы по-прежнему хотите смотреть фильмы в дубляже или в какой-нибудь озвучке и секси райт красиво и секси да красиво ладно ладно все ну докопался докопался так вот он спрашивает сексуальное ли белье и говорит что очень сильно хочет увидеть это белье на ней но и тут уже ясно чё к чему идет и не смотрит на него и едет вместе с ним в отель чтобы показать это белье не ну а вдруг он просто посмотреть хотел у меня миллиард мысли почему она так поступила ну не суть важна потом еще поговорим в общем-то она показывает белье горит да у меня такая стрёмная фигура но у девочки очень низкая самооценка очень низкая самооценка он ей эту самооценку возвышает просто ты восхитительно ты богиня там ёпта ну вообще просто невероятная иди сюда садись ко мне ну и как-то все плавно перетекает горизонтальную плоскость плюс он оказывается поставил еще и камеру и и не ну плоскости этой горизонтальной не хочет на горит типа не надо не надо ну не прямо сопротивляется как при изнасиловании но просит ничего не делать но однако все жить ну девочки алюны не разбиваются очки разорванная юбка и течет немножко кросс вот такая быстрая первая любовь плюс все это сопровождается мерзкими комментариями чарли не шевелись я сейчас девочка моя боже красавица бля мне прямо мерзко вот в этот момент мне стало мерзко ну мерзко было и анне она вернувшись домой просто уничтожена она не разговаривает с родителями никак не реагирует на их вопросы и все потому что чарли перестал ей отвечать а чарли перестал ей отвечать в школе она тоже ведет себя по-другому огрызается с подругами не разговаривает и подруга которая видела ее с мужчиной начинает задавать много вопросов ну и а не все ей рассказывает про то что у них был секс но главное что он ее по-настоящему любит подруга правда видела что мужчина то был не молодой поэтому она что она рассказала все директору и все пошло поехала полиция ее уводят звонок родителям сразу снимаются все выделения в общем завертилась закрутилась фсб тоже туда подключены родителям конечно рассказывают что вашу дочь возможно изнасиловали ну и мы начинаем подключаться сейчас будем искать этого ублюдка скорее всего он провернул то же самое с другими девочками и начинается все с того что вот она комната полная фсбшниками и они достают свой ноутбук и начинает снова переписку с чарли ей нужно вести себя максимально комфортно будто бы ничего не произошло если он спросит рассказала ли она кому-нибудь конечно же ничего такого не говори мы сейчас его пробьем ты главное начни с ним переписываться и они как обычно пишет ему сообщение а он в этот раз взял да ответил спросил одна ли она она говорит что да он звонит ей на телефон она берет трубку и тут резко звонит телефон матери и тут чарли говорит ей обманщица Энни и как бы что вы думаете Энни начинает винить всех вокруг что вы блин ради что вы вообще наделали вы понимаете что из-за этого вот он теперь никогда мне не напишет в общем спецслужбы говорят что мы его найдем вы главное не паникуйте и тут а отец Энни Уилл спрашивает а был ли вот прямо насильственный акт и фсбшник ему говорит что он целых полгода вашу дочь окучивал короче он просто манипулировал ей поэтому нет она возможно и сама ему отдалась но виноват все равно он и что любой отец на месте Уилла захотел бы сделать я убью его абсолютно нормальная и логичная реакция он хочет завалить ублюдка все ему не нужен какой суд ничего это им не надо он просто хочет убить его ну а я просто хочу вам сказать что этот фильм трагедия трагедия отца почему смотрите дальше мать улаживает дочку спать отец проверяет все двери муж и жена стараются друг друга поддерживать ну а вот у Уилла все он больше ни о чем другом думать не может вот на работе начинаются проблемы и вообще ну ну это жесть это просто жесть даже не могу представить что у него в башке Уилл конечно старается поговорить с дочерью дарит ей новый телефон чтобы она не дай бог не звонила ему там лишний раз и он не теряет надежду сам отыскать этого ублюдка поэтому шарится по всяким базам данных насильников и так далее Энни записывает к психологу и та начинает ее расспрашивать и что говорит Энни Энни говорит что зачем зачем я рассказала все подруге она рассказала всем и в итоге мне теперь страшно за Чарли страшно за наши отношения они просто не понимают если бы папа подольше с ним пообщался он бы понял насколько Чарли прекрасный человек понимаете Чарли обратил на меня внимание потому что я особенная я не такая как все мои ровесницы а он у нас с ним связь ФБР звонит Уиллу и говорит что пока что дело расследуется довольно трудно он там сидит через ВПН и всякие короче хрен его отыщешь к вечеру Энни уже дома а Уилл все никак не успокаивается он нашел базу данных насильников и вот даже по карте показано где они и некоторые живут прямо в паре кварталов от них в общем он распечатал несколько фотографий показывает их своей дочери чтобы та сказала может быть кто-то из них похож на того самого Чарли ни одного похожего нет но папа папа ты не понимаешь Чарли не насильник Чарли не педофил Чарли действительно меня любит а вы просто пытаетесь разрушить мою жизнь говорит Энни и уходит Уилл знает что неподалеку насильник следит за ним из машины вновь поход к психологу и Энни говорит мне уже 14 и мои подруги некоторые переспали со всей футбольной командой и это никого не волнует а я потеряла девственность и почему то все вокруг этого устроили такой кипиш ну почему так происходит облава на педофила ой простите не тот момент ПБР держи его жаль это не тот самый педофил ну а у Уилла на работе ну все хреново потому что он не может ни о чем думать кроме того что у него происходит в семье в очередной раз встретившись с агентом тот ему говорит что он добыл переписку Энни и Чарли но переписку я вам к сожалению дать не могу говорит агент мол ты разрушит доверие Энни потом агент уходит а Уилл такой да мне вообще насрать чуваки я захочу сворую поэтому он ворует переписку Энни и угадайте что там он увидел я представляю тебя в себе представляю этику хватит это писала наша дочь уверена ты вкусный прекрати ну собственно он говорит почему наша дочь пишет как шлюха он прям так и сказал и что на корпоративе проблемы да где угодно но он не может просто не сдерживать себе да ничего ну все у него в голове каша и жопа а он не может выбросить из головы все это событие и продолжает следить за насильником который находится недалеко от них более того он создал аккаунт на том самом сайте где переписывалась его дочь и начал переписываться со взрослыми мужиками угадайте какой ник он себе выбрал ты грустная девочка у меня нет проблем кроме моей пашки что ты творишь жена говорит что все это уже перерастает в паранойю что в принципе отчасти может быть и правда вот он даже чекает телефон своей дочери когда она спит но с другой стороны он просто хочет куда-то выплеснуть весь негатив блин на другого педофила время идет и оказывается скоро приедет из колледжа брат и будет семейная встреча там вся семья соберется и не только они Энни же огрызается на родителей она все больше их ненавидит за то что они сделали за то что они порвали ее настоящую любовь подружание которая все рассказала директору подсаживается к Энни и они говорят мои больше не подруги ты твари мразь ты разрушила мою настоящую любовь ты ничего не понимаешь у нас была искренняя истинная связь ну окей ладно хотя мы уже во второй раз видим как девчонка рассказывает подруге какой-то секрет и этот секрет сразу становится достоянием общественности помните друга Уилла который глядел на 19-летнюю официантку так вот он спрашивает чё такое чё у тебя с работой чё вообще у тебя происходит и Уилл признается ему что его дочь изнасиловали ну друг такой ёпты серьёзно что ли а как так то ну рассказывай ну он говорит что они вместе поехали там в отель и короче он ее чтоha а друг такой аааа так она согласилось сама аа ну могло быть и хуже ну и вот просто взгляд Уилла посмотрите просто посмотрите на его взгляд и тут либо мир сошёл с ума либо Уилл сошёл с ума потому что что все к этому относятся как-то так, ну, более-менее спокойно, ну, типа, она же сама согласилась, вроде как она любит его, нет? Уилл приходит к своей дочери вечером и начинает с ней разговаривать. Он спрашивает про Чарли, он видел в её телефоне, что она ему звонила, она ему врёт, и начинается между ними потасовка. В эту секунду просмотра фильма я, честно говоря, хотел бить стену руками, потому что Уилл хочет сберечь свою дочь, но она просто кричит, она говорит, что он всё испортил, что это они виноваты, что родители просто ублюдки, которые ничего не понимают, она начинает пихатиться, она его выгоняет из комнаты. Мне было больно на это смотреть, честно. Пошёл вон из моей комнаты! Уилл и вправду сам уже не понимает действительно, что происходит, поэтому приходит к психологу, начинает расспрашивать, ну и что вам сказала моя дочь? Психолог говорит, это всё анонимная информация, я вам не могу этого рассказать. Ну и в конце концов, психолог начинает принимать уже сеанс у самого Уилла, он говорит, что он хочет убить ублюдка, и тогда психолог спрашивает, а если его посадят, что вы будете чувствовать? Он говорит, облегчение, спокойствие, злость. Я злюсь, потому что не знал, что происходит. Злюсь, что я не врала мне. В общем, много у него злости по разным причинам, однако психолог говорит, что время не повернуть спять, но мы можем попытаться помочь тем людям, которые оступились. Понимаете? Энне на самом деле тоже тяжело, но знаете в чём прикол? Ей тяжело, потому что она не видится с Чарли. Можем ли мы винить 14-летнюю девочку за то, что она ведёт себя как 14-летняя девочка? Ответьте себе на этот вопрос. Можете написать и ответ для меня, мне тоже интересно. Одно я знаю точно, Уилл уже готов идти в оружейный магазин, уже готов покупать оружие, он уже готов на всё. И причём, почему-то своего врага он видит именно в насильнике, который живёт недалеко от них. Уилл не может ни спать, ни есть, но вот, наконец-то, приезжает его сын с колледжа, и он видит, что отец, ну, в хреновом состоянии, если честно. Наступает тот самый семейный ужин, где собралась вся-вся-вся семья, и дедушки, и бабушки, и там, братья, кузены, сёстры. Вот, ну и, конечно, Энни не могла не испортить его, не знаю, что. У вас был секс? Понравилось? Хватит. Что? Ты можешь рассказать всем о моей жизни. О том, с кем я сплю. А я молчи? Тащим-то семейный ужин испорчен, и вот приходит агент ФБР, дабы показать других жертв Чарли, и она смотрит на этих девочек, включая той девочке, которой даже 12 лет, но она говорит, что, во-первых, этих девочек не знает, во-вторых, Чарли не такой, и тут я просто не могу не вставить Мэдисона. Вот, понимаете, Оби-Ван гей, он не понимает, как работает баба, блядь, как организм, особенно влюбленная. Ей пока нахуй вот, ей запись даже покажи, она скажет, что это фальшивка, пока, блядь, своими глазами не убедится. А он думал, достаточно просто объяснить очевидную вещь, блядь, и она, типа, сразу дропнет этого мутня. Не, не. Ну, то есть, тут уже Энни показывает других жертв, ну, все, ну, тут уже не отвертишься, ну, он специально выбирал таких девушек, и Энни все равно говорит, нет, нет, Чарли другой. Однако, все равно в ее голове начинают созревать, прозревать корни, там, ну, вот что-то она начинает понимать, поэтому убегает из дома, вся в слезах, и прибегает к психологу. И, наконец-то, ее головенка начинает работать. Они такие же, как и я. Он сказал, что я красивая. Тащим-то, наконец-то, Энни понимает, что он ее все-таки изнасиловал, что он чертов мудень, что он просто полгода ее окучивал. Ее, наконец-то, розовые очки были разбиты. Родители забирают ее от психолога, вот только Уилл на этом не собирается останавливаться. Он-то все это знал изначально, что так все и было. Поэтому он хочет найти ублюдка. Он перечитывает их переписку, чтобы хоть какие-то крупицы информации отыскать. Но и уже его жена говорит, что ты, ты придурок. Ты понимаешь, что тебе сейчас нужно быть рядом с дочерью, а не вот эти вот читать переписки. Уилл, правда, хочет... Зато я спасу другую несчастную. Почему для меня это такой душесчипательный фильм? Потому что я проникся Уиллом, проникся его трагедией. То, что он хочет что-то сделать, а весь мир такой, типа, ну, разберемся как-нибудь, когда-нибудь. А он хочет убить насильника своей дочери. Вот и все. Но жена говорит, что он мудак. Дочь говорит, что он мудак. Все говорят, что он мудак. И он вообще ничего не понимает. На волейболе к Энни подходит тренер и говорит, что одна из участниц заболела, а у них скоро выступление. Энни, не хочешь ли ты поучаствовать? Ну, блин, без тебя никак. В общем, давай, у нас скоро матч. Давай-ка замени девчонку. И Энни соглашается. Наступает тот самый матч, и все вроде нормально. Он идет, там кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но вот Уилл замечает чувака, похожего на насильника, который живет недалеко от них. И этот чувак еще и фотографирует. И вот я прямо вижу, как у него кровь скипает, скипает, скипает. Он не может больше держать себя в руках, поэтому встает, подходит к нему и говорит. Ты будешь наблюдать за малолетками? Что? Тварь. А он просто начинает месить чувака при всех. Там сразу охрана, подбегают чу-кого. А прикиньте, это отец одной из девочек, и он просто вот снимал матч. Ну, все. Вот так вот. Уилл понимает, что он накосячил, однако Энни смотрит на него просто с таким разочарованным взглядом. А дома его ждет такая порция унижения. Ты понимаешь, что из-за тебя моя жизнь разрушена. Ты понимаешь, что ты натворил. Ты хоть осознаешь, что ты натворил. И так больно смотреть, как об отца вытирают ноги. А ведь чувак просто хотел помочь. Ну, елка. Все. Мне прям реально больно. Не мы стали посмешищем всей школы. Я. Папа, я стала посмешищем школы. Из-за этого ты полный мудила. Я тебя ненавижу. Час от часу не легче, потому что на следующий день Энни приходит в школу. Ее подруга подходит к ней. И Энни такая, да ладно, все забей по поводу той ситуации на матче. А она говорит, а я по поводу другого. Энни бежит смотреть, а что там другое. И оказывается, что ее прифотошопили какому-то чуваку. И написали Энни шлюха. Уилл все-таки старается держать себя в руках. Готовит обед. Приходит дочь. Он даже, ну, не обратил внимания. А вот и зря. Потому что что у 14-летней девочки в голове, когда она увидела, что ее прифотошопили. И все, теперь вся школа будет смеяться. Ну, конечно, напиться таблеток. Ведь жизнь-то на этом заканчивается. Все. А Уилл, он даже, да, даже подумать-то и не мог. Но благо позвонила мать. Сказала, что у нее там проблемы в школе. И, возможно, что-то очень серьезное произошло. Уилл бежит к своей дочери. Та уже напилась таблеток. Выламывает дверь. Сует два пальца в рот. Короче, благо он успел спасти свою дочь. Знаете термин трудный подросток? Ну, вот это Энни. Ну, блин, это просто жесть. В общем, Уилл уже не знает, что думать и что делать. Жена, в принципе, тоже. Ее подруга, подруга Энни, осталась вместе с ней. И они спокойно спит, сло младенца. Вот знаете, кто не спит? Не спит ее отец, потому что Энни просыпается утром и видит отца, который просто вот сидит на улице. Ну, и он просто разбит. Энни подходит к нему, и тут начинается самый тяжелый диалог. Он вспоминает историю, как они в первый раз пошли плавать в бассейн. И то, что брат ее боялся очень сильно плавать. А вот Энни, она была бесстрашной. Она всегда была бесстрашной. Но в какой-то момент Энни начала всего бояться, замыкаться в себе. А отец, он не смог помочь ей. И он винит себя во всем этом. Он говорит то, что я не смог поддержать тебя. Сказать тебе, что ты восхитительная. Что тебе никогда не нужно никого слушать. Все это привело к тому, что ты пыталась покончить жизнь самоубийством. Мне жаль. Так жаль. Папа. Папа. Вы черствый ублюдок, если не плакали на этом моменте. Ну, действительно. Тут прямо веришь и Уиллу, что он раскаивается. И уже веришь и Энни. Всем веришь. На этом фильм заканчивается. А, нет, стоп. Не заканчивается. Чарли, здорово. Прикиньте, у Чарли есть сын. У Чарли есть жена. И, короче, ну, в конце концов могу сказать, что таким Чарли может быть абсолютно любой. Семьянин, не семьянин, отшельник какой-нибудь. Чарли может быть любым человеком. Знаете, хоть я начинал этот пересказ с каким-то веселым настроением, в конце концов, камень на душе. Но мне фильм понравился. Мне фильм действительно очень сильно понравился. И он, в принципе, нужно его действительно показывать. Там всем подросткам, девочкам, которые верят в то, что они особенные. Вы, конечно, особенные. Но безопасность превыше всего. Воспринимайте этот фильм как хотите. Но для меня это все-таки драма об отце. Да, у девочки тут тоже очень много что произошло. И капец, вообще жесть. Но я проникся отцом. Я проникся его историей. Я проникся его трагедией. Огромное спасибо, что вместе со мной посмотрели этот фильм. Спасибо Бустерам за то, что меня поддерживаете. И не забывайте. Всех обнял.